Всем привет! Меня зовут Егоров Артём, и сегодня мы с вами продолжим создавать игру под названием «Змейка». На прошлом уроке мы сделали с вами заготовку нашей игры, а именно окно размером 400 на 600. Давайте на него взглянем. Вот так оно у нас сейчас выглядит. А сегодня мы договорились с вами сделать игровое поле, ну и разукрасить вообще цветом наше окошко. Давайте с этого и начнём. Для этого нам понадобится, соответственно, цвет. Я этот цвет заранее приготовил. Давайте вот здесь я вставлю название нашей переменной. Она будет называться «FrameColor». И здесь значение мы задаем в виде RGB. То есть первый цвет отвечает за красный, потом за зелёный и последний за синий. Значение здесь указывается от 0 до 255. 0 — это значит, мы не берём цвет. Здесь мы красный не взяли. А зелёный взяли полностью. Вот, синий почти полностью. Давайте посмотрим, что это за цвет. Для этого здесь я пишу «ScreenFill» и указываю, какой цвет. Это название нашей переменной. И чтобы изменения у нас применились, мы должны с вами вызвать метод у дисплея. А дисплей у нас находится в пайгеме. Он называется сам метод «Flip». Он, по сути, применяет всё, что вы нарисовали на экране. Давайте взглянем. И вот, смотрите, теперь у нас экран заливается вот таким вот цветом. Отлично. Теперь мы переходим к самому интересному, что мы сегодня будем разбирать. Это игровое поле. Оно у нас будет представлять собой вот такие вот квадратики. Мы также должны предусмотреть расстояние между ними. И, по сути, это будет у нас отображаться как массив. Напоминаю, для того, чтобы это сделать, вы должны знать, что у нас есть с вами ось Х. Она откладывается из левой верхней точки и ось Y. В пайгеме есть специальный метод «Draw React», который рисует прямоугольники. И чтобы их нарисовать, вы должны указать левую верхнюю точку этого прямоугольника. И давайте вначале нарисуем прямоугольники, которые у нас заполняют один ряд. Когда мы это научимся, то нам не составит труда нарисовать треугольники второго, третьего и так далее рядов. Итак, начнем с того, что нарисуем просто прямоугольник. Мы это будем делать после того, как зальем нашу рамку основным цветом. Итак, как я сказал, нам понадобится метод, который находится внутри пайгема в методе «Draw». И он называется «Rect». Ему нужно передать, где вы хотите рисовать. Мы хотим рисовать на экране. Затем, какой цвет у нас будет. Давайте сделаем это все белым цветом. Итак, создавим переменную «White». Это у нас будет кортеж, состоящий из полного набора всех цветов. То есть мы берем все по 255. Итак, теперь эту переменную я передаю сюда. А затем я должен передать кортеж из четырех значений. Как я уже говорил, левую и верхнюю точку. 10, 20, пусть это будет. И размер нашего прямоугольника. В нашем случае это будет у нас квадрат. Поэтому мне нужно создать с вами переменную. Точнее, константу. Мы ее пишем большими буквами. Она у нас не будет изменяться на протяжении всей игры. Которая обозначает размер по высоте и ширине нашего квадратика. SizeBlock. Эта переменная называется. И вот здесь я ее передаю. Итак, давайте взглянем. И вот мы видим с вами квадратик. По х. Это вот это расстояние. У нас отмечается как 10. По у это вот это расстояние 20. Значит, квадратики в одном ряду у нас находятся на одинаковом у. То есть у всех должно быть по 20. А вот х у них должен быть разный. Если мы хотим их плотно нарисовать друг с другом, то получается, следующий квадратик у нас будет на расстоянии 30. Потому что длина наших квадратика всегда 20. То есть первый у нас будет 10. Прибавляем к нему 20 по х. Это будет 30, 50, 70 и так далее. Давайте я это продемонстрирую. То есть я могу эту строчку скопировать. У мы не меняем, а х у нас будет 30. Давайте еще один квадратик нарисуем. Будет 50. И вот смотрите, это у нас будет представлять собой полоску, по сути. Потому что они располагаются очень плотно друг с другом. Как избежать полоски я расскажу позже. Сперва давайте взглянем, что эти операции у нас практически одинаковые. Только различается х. Поэтому мы их будем делать в цикле. И есть еще один момент. Давайте я пока for закомментирую. Эти квадратики у нас располагаются в одном ряду, но в разных колонках. То есть это по сути нулевая колонка, потом первая, вторая и так далее. Поэтому в этом цикле давайте я буду обходить по колонкам. А сколько у нас будет? Ну, изначально моя игра, которую вы видели, там содержится 20 квадратиков. Поэтому давайте я заведу перемены countBlock. Или blocks. То есть это количество у нас блоков в нашем ряду и в колонках. Вот. И мы обходим это количество. В цикле у нас будет теперь только одна команда делаться. Вот эти мы можем убрать. И мы меняем здесь координату х. Смотрите, изначально у нас было 10. И мы к 10 будем прибавлять номер нашей колонки. И, конечно же, ее надо умножить на значение сайт-блока. Надеюсь, вы эту формулу поняли. Если нет, то в принципе о том, как создавать игровое поле, я записывал отдельное видео. Вот там можете подробно об этом посмотреть. Нам всего лишь сейчас надо увидеть результат. Вот смотрите. Это у нас одна большая линия. И непонятно, где у нас заканчивается один квадратик, где начинается другой. Поэтому на моей оригинальной игре я их рисую различным цветом. Очередование мы можем устроить путем проверки четности. Потому что у нас числа некоторые четные, а некоторые нечетные. Так вот, я заведу переменную color. Если четные, пусть это у нас будет синий цвет, который мы с вами еще не создали. А в противном случае цвет у нас будет белый. Вот. И здесь мы используем эту переменную color. Осталось только создать синий цвет. Эту переменную я тоже заранее приготовил. Это не совсем синий цвет. Давайте на него взглянем. Вот, смотрите. Это оттенок некого, такого голубого цвета. И теперь мы видим, что эти квадратики у нас чередуются. И видим, где один квадратик заканчивается другим. Но теперь мы хотим, чтобы между ними было какое-то пространство. То есть отступ. По-английски это называется margin. Пусть это будет margin, у нас равный 1. И давайте взглянем еще раз на картинку. Смотрите. Я хочу margin поставить вот сюда вот. Потом у нас margin будет вот сюда вот. Ну, логично, что и здесь margin будет и так далее. К чему это я объясняю? Смотрите. Перед первым квадратиком у меня нет отступов. Перед вторым будет один отступ. Перед третьим будет их три. Потом их будет четыре и так далее. То есть количество отступов у нас с вами все время растет. И это мы должны отобразить у нас в коде. То есть я не могу просто здесь взять и поставить margin. Потому что я прибавлю его один раз. А прибавление маржинов будет зависеть от того, какой номер колонки вы рисуете. Поэтому формула у нас будет с вами вот такая вот. Я колонку увеличиваю на единичку и умножаю на margin. Давайте теперь взглянем. И вот смотрите, мы четко видим, что у нас квадратики разделены отступом. Но у нас это все не умещается в размер нашего экрана. Это раз. Во-вторых, давайте уже и заведем ряды. Для этого мне понадобится с вами еще один сделать вложенный цикл. Здесь мы будем обходить уже ряды. Рядов у нас будет столько, сколько и блоков. Вот это мы, значит, все с вами двигаем. Четность квадратика теперь будет уже зависеть от суммы, ряда и колонки. На досуге подумайте, как это будет происходить. Для этого вы должны знать, как работают вложенные циклы. Об этом можете посмотреть в мое отдельное видео. Цвет мы также выбираем при помощи четности или нечетности их суммы. А внутри этой формулы мы с вами должны изменить вот этот Y еще. Изначально пусть у нас будет 20 отступов, как мы и планировали. Это отступ сверху. И мы делаем примерно то же самое. Я копирую вот эту часть кода. Давайте перенесем на новую строчку здесь. И вот сюда его прибавляю. Но обратите внимание, что здесь вместо колонки я пишу ряды. И здесь тоже. Давайте вот так вот перенесем, чтобы было красиво. И нажмем Ctrl-Alt-L для форматирования. Итак, запустим. И вот у нас теперь с вами есть отличное игровое поле. Целиком оно, конечно, у нас не вмещается в экран. Давайте мы пока размеры расширим. Я здесь укажу значение 500, чтобы у нас по ширине все уместилось. Вот, смотрите. Итак, на сегодня мы закончим. Игровое поле у нас есть. Но в следующем уроке мы поработаем над размером этого окна. И также займемся отображением поля, чтобы оно располагалось по центру экрана. А сейчас оно прибито к левому краю. Также нужно оставить место для хедера, то есть заголовка, где будет указываться текстовая информация, видя сколько баллов мы набрали и так далее. Итак, этой красотой мы займемся на следующем уроке. Ну а сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, то оставляйте их в комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok